Традиционные русские забавы, игры, а также концерт. Торжества являются напоминанием о событиях 1612 года, когда бойцы народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского одержали победу над польскими интервентами. Успех был основан на героизме участников событий, которые вне зависимости от национальности, вероисповедания и классовой принадлежности объединились для достижения высокой цели. Теперь каждый год в эту памятную дату россияне празднуют победу и вспоминают о подвигах предков. На Анапской земле издавна дружно живут представители более 30 национальностей. Все они способствуют процветанию курорта. Ведь без взаимопонимания и уважения невозможно сохранение единства Анапы, Кубани и всей России. Единство – это народ. Если не единство, то война была бы везде. Все мы вместе. Все национальности вместе. Очень хорошо все. Очень радует, что у вас поддерживается именно народное творчество. Дети не забывают этого. Очень приятно и очень волнительно, конечно, на все это смотреть. Мелодичную песню «Казачат» сменил зажигательный армянский танец. Южную публику покорили греческие, грузинские танцы и напевы. Своеобразной изюминкой фестиваля стал флешмоб под названием «Растворить в многообразии культур». Его организацию взял на себя Совет молодых депутатов Анапы. Творческим коллективам и зрителям представилась возможность выучить танец каждого народа, проживающего на Кубани. Эстрадный танец сменил казачий перепляс. Кульминацией праздника стало поднятие в небо государственного флага, созданного из воздушных шаров. Яркое свидетельство того, что мы все едины под небом России. С днем народного единства!